Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Самаре, которое занимается производством лекарственных средств. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP, установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины, автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. В прошлом году мы выпустили пробную партию мягких желатиновых капсул село Омега, три жирными кислотами. Проверили популярность препарата и решили, что необходимо запустить выпуск продукции в промышленных масштабах. Я 10 лет работаю на нашем предприятии в должности главного инженера, привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. Мне поставили задачу найти основное и вспомогательное оборудование для выпуска мягких желатиновых капсул. Все основное оборудование я подобрал и почал поиск вспомогательного. Необходимо было по сути приобрести машину, которая осуществляет сушку мягких желатиновых капсул. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которая проводилась в Москве. Я выбрал три машины для сушки мягких желатиновых капсул, наиболее подходящие моим требованиям, взял контакты у представителей. Выбранное автоматическое оборудование необходимо было по сути согласовать с руководством, а затем заключать договор на поставку. Вернувшись на предприятие, я начал связываться по телефону с представителями предприятий производителей оборудования. Компания из Германии согласилась поставить машину для сушки мягких желатиновых капсул, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее трех месяцев. Одна компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться совместимо ли оборудование с нашими мягкими капсулами, какая производительность аппарата. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет сделать оборудование только через шесть месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Машину необходимо было, по сути, найти, и я понял, что самостоятельно это сделать у меня не получится. Это немного поубавило моей уверенности. Однако тут мне помог менеджер компании из Краснодара, который, в принципе, посоветовал специалиста по поставке фармацевтического оборудования, который, в принципе, смог бы найти другой вариант оборудования. Последовав его совету, я обратился специалисту-посреднику из Москвы. Тогда я еще не догадывался, что поступаю правильно. Менеджер компании выслушал меня, задал несколько уточняющих вопросов по необходимым параметрам сушки, требуемой производительности. Меня порадовал его профессиональный и деловой подход. После предварительной консультации он предложил машину для сушки мягких желатиновых капсул. Специалист этой компании выслал на почту видео с предложенными вариантами машины, которые, в принципе, наглядно демонстрируют само оборудование и его возможности. Вращающийся барабан с множеством отверстий в пластиковом корпусе, вибрирующей силой осуществляет перемешивание желатиновых капсул. В барабане предусмотрен металлический люк для загрузки капсул. Через месяц после заключения договора, мы получили машину для сушки мягких желатиновых капсул. Машина совместно с остальным оборудованием работает отлично, сбоев в работе не было по сути. Изначально я скептически относился к выбору менеджера, полагаясь на собственный опыт, однако я понял, что учиться нужно всегда и не бояться доверять профессионалу.